Я живу, наверное, горю йогой уже более 10 лет, и я также сексолог, да, и получилось так, что у меня вообще первое медицинское образование, и все мои три страсти сегодня слились здесь в лекции о камашастре, о сексуальности, о каком-то здоровом подходе к отношениям, и вот мне было очень-очень вас хотелось приколоть, наверное, вдохновить на изучение древности, сексуальности в разных культурах, тем более, что секс был, отношение к сексу было другое, в разных культурах есть разные аспекты сексуальности, да, вот Наташа сегодня уже рассказала о том, что на нашу сексуальность влияет очень много факторов, ну, наверное, в своей лекции я буду больше всего опираться на такой кросс-культуральный подход, ну, и в частности, попробую вас вести именно в индийскую традицию, чтобы вот, ну, как-то чуть-чуть вдохновиться, и дальше уже можно было почитать некоторые источники, которые переведены на русский язык, и можно было уже самому, так сказать, да, уже подчеркнуть и как-то воплотить некоторое знание, ну, как в свою реальную жизнь. Ну, камашастра, да, вообще, что это за термин и как к нему нужно подойти? Перед тем, как я объясню, что такое камашастра, я расскажу вам о, собственно, четырех философских целях жизни, которые в индийской традиции уже где-то второй век до нашей эры упоминаются в артхажастрах, камасутре, то есть вот водная часть, да, вот что должно быть в жизни у каждого человека, это четыре цели, которые должны быть гармонично соединены между собой. Первый аспект — это кама, ну, кама, наверное, слово все слышали, да, ну, даже камасутра. Кама переводится с санскрита как чувственное наслаждение, как желание, принесенное извне, как телесная страсть, да, вот как что-то, что дарит тебе такое, как эмоциональное удовольствие и как-то вот тебя ободрит. Ну, то есть, грубо говоря, если ты в жизни ничего не хочешь, ты не будешь развиваться, ты не будешь стремиться к переменам, ты, ну, в общем, будешь сидеть на одном месте, да. Но опять же, аспект артхи. Артха — это некоторая своевыгодность. То есть, если человек не ставит цели себе в жизни, о, денежной реализации, социальный статус, там, да, власть, там, как бы, деньги, да, вот какое-то правление, создание своего дела, ну, как-то тоже, да, человек в чем-то будет ущербен. Дхарма как раз это некоторая такая категория, которая, вдумайтесь, она, ну, меня она больше всего, наверное, вдохновляет, потому что дхарма — это то, что ты делаешь не для своей выгоды и не для удовольствия, а на благо общественности, да, то есть в этом смысле, вот, как и если у человека есть этот аспект, и как он еще гармонично сплетен со всеми, с камой, артхой, да, и дхармой, то человек как-то получает удовольствие от чего? От своей профессии, жизнедеятельности, ну, и наслаждается, в общем, жизнью не просто как бы в таком кедонистическом ключе, да, а еще как-то вот все это совмещая, ну, как с какими-то более масштабными глобальными целями. Ну, и мокша, наверное, вы слышали эту категорию, она такая, достаточно, как сам термин распространен, он переводится как освобождение, но освобождение не в таком христианском ключе, освободиться от грехов, например, да, освобождение в смысле развития, то есть у каждого человека есть желание развиваться, да, и если ты отдельно свою жизнь структурируешь, чтобы у тебя было и удовольствие, и личная выгода, и благо общественности, да, еще и ты переосмысляешь свой жизненный путь, но, в общем, ты живешь круто, и у тебя все удалось, да, и Камасутра тоже, кстати, вот начинается с того, что эти четыре аспекта должны быть, ну, и чуть позже я расскажу, в какой, ну, что ли, пропорции они должны быть соотнесены. Ну, что такое Камашастры? Шастра, термин, переводится как книга, учение, да, то есть получается Камашастры это некоторое учение о искусстве любви, опять же, о искусстве, да, не только о сексуальных взаимоотношениях, потому что вот, опять же, в древнеиндейской такой культуре на сексуальность смотрели, как на способ развития личности, и сексуальность во многом, она носила такой сакральный характер, то есть то, что происходит между людьми, это великий дар, то есть по сути это дар богов, дар Кама, да, дар, вот, что нельзя там вызвать супер искусственно, можно много всего сделать и совершить для того, чтобы вы влюбились, у вас появилась страсть, да, вы пережили что-то по-настоящему выдражащее и, ну, как захватывающее вас, но, как специально по заказу, ну, как такое вызвать у себя невозможно, но, если ты изучаешь 64 вида искусств, куда входят и пение, и литература, и танцевание, и умащивание благовониями, и готовка, и, как бы, искусство деловой светской беседы, и то, как ты можешь социально себя подать, то, да, вот, совмещая все это, ты станешь, возможно, приближен к аспекту Камы, да, то есть я к чему? В индийской традиции идея того, что ты должен развивать свою сексуальность, она была абсолютно очевидна, оно, все искусства, если их попробовать почитать, ну, в Камасутре вы, я думаю, об этом пролистаете хотя бы в переводе с Иркина, и там вот перечень этих искусств всех абсолютно есть, да, но куда они направлены? Они направлены на чувственные переживания, чтобы человек в период своего взросления, социализации учился переживать более тонкие эмоции и наслаждаться своим партнером, своей жизнью, да, ну, и, по сути, на развитие своей чувственности. Ну, Камасастри считается, что появились не позже V века до нашей эры, ну, а вот сама картиночка, вот, ну, видно здесь, да, как это храмы Каджураха, они уже чуть позже, ну, как появились в Индии, это где-то 9-12 век, ну, и, как мы видим, это уже был такой расцвет индийской культуры. Ну, собственно, еще тоже об аспекте Камы. Вот я сюда в слайдик вставила само, собственно, божество, которое символизирует Каму, да, и он всегда рисуется в виде попугая, иногда из женских тел, да, и вот у попугая обязательно красный клюв, то есть тоже как страстные губы, страстные поцелуи, вот то, что, ну, проживают люди, когда мы где-то возбуждены и влюблены друг в дружку. Но мне бы хотелось подчеркнуть еще некоторую метафору. То есть согласитесь, как можно посмотреть на опыт каждого из нас в сексуальной сфере, как на совокупность переживаний с нашими предыдущими сексуальными партнерами. Если нас вовремя развратили, нам дали подсказки, нас научили получать удовольствие, то все это мы несем в себе, и, ну, как по мере нашего взросления, мы дальше можем, знаете, ну, что ли, пережить еще больше. Если мы, как бы от своего опыта где-то в какой-то степени отгораживаемся, да, или у нас не очень хорошо все закончилось, там, прошлые отношения, то это как-то тоже будет влиять. Вот в индийской культуре на эту тему уже думали и размышляли. Ну и самое первое упоминание вообще о слове Кама, да, вот где оно было? В самой древней книге нашего мира. Это Регведа. Регведа датируется вот где-то 1700-й, 1100-й год до нашей эры. До нашей эры. Это первая книга, и, ну, там есть такой очень красивый гимн о том, как, по сути, ну, что ли, создавалась наша Вселенная, да. Вот сидел, сидел Верховный Бог, так сказать, и размышлял. И первое, что он почувствовал, вначале нашло на него желание. Желание, там и как раз используется санскритское слово Кама, да, то есть сначала что-то захотело, большинство страстно захотело, да, какое-то, ну, такое вот сексуальное желание в какой-то степени накатило, а дальше уже родилась и Вселенная, и все, так сказать, сексуальные и социальные взаимодействия, и, собственно, ну, стало наше мироздание возможным, да. Ну, вот какая-то тонкость и глубина, да, отношение индийской традиции к аспекту сексуальности и сакральность, да, вот отношение к этой теме, она уже здесь показана. Ну, и, собственно, сами Кама Шастры. Я здесь перечислила не все, конечно же, произведения, которые будут входить, ну, как в этот большой раздел, но я обязательно вам рекомендую, ну, как вот, найти эти книги, тем более они есть в великолепных переводах. И сюда я включила, что, ну, естественно, Камасутру, Анангарангу, это «Ветви персика», южно-индийский трактат о любви, и отдельно я еще дописала сюда трех поэтов, великолепных поэтов, которые тоже очень сильное влияние, ну, как оказали на индийскую культуру, да, вот, ну, как на литературное пространство. И, ну, самая первая поэта, я даже вот в картиночках обозначила, это Каледаса. Каледаса — это что-то, ну, вот, знаете, это автор, который был почти как Пушкин у нас. То есть он просто, вот, знаете, вот начал формировать индийскую культуру. Причем спора в отношении, в какой период он жил, есть до сих пор, это огромный политический вопрос, да, на который, по сути, никто особо дать ответа не может, ну, просто на секундочку, разница в додировках. Восьмой век до нашей эры, шестой век нашей эры, и легенды на тему, где и как он жил, да, то есть каждый штат там приписывает себе странствия, путешествия. Ну, и о Каледасе я даже немножко подробнее расскажу. У него есть потрясающее произведение, оно, ну, как, знаете, в какой-то степени развратно, да, не побоюсь этого слова. В нем описано, как Бог Шива, ну, женился на своей жене Парвати, и как они проводили медовый месяц. Да, вот, едва ее обнимет он вдоль тела, беспомощно ее повиснут руки, боялась Шива причинит ей муки, хотя она любви его хотела. Да, то есть вот вдумайтесь, какое тонкое эмоциональное переживание проживает, ну, женщина, которая впервые там вступает в сексуальные связи. В Индии механистичность к сексу, ну, как бы она была второстепенна. Чувственность — это было вот что-то самое важное, что, ну, по сути, опять же, и нужно к этому стремиться, нужно к этому готовиться, да, и нужно это в себе развивать. Ну, и самую концовочку я вам тоже прочитаю. Чтобы насладить жену и насладиться, он обучал ее искусству страсти. И благодарное за соучастие ему себя дарила ученица. Ну, прелестно, правда? Вот какая глубина эмоциональных состояний должна быть между парой, да, и готовность вообще вкладываться в партнера, да. То есть вот сама идея того, что если ты влюбился, если ты захотел человека, тебе можно что-то ему эмоционально дать, не взять, тракнуть и пойти дальше, я прошу прощения, да, ну, как бы, в принципе, у нас сейчас такие психологические, наверное, защитные механизмы есть, да, вот о которых тоже Наталья сегодня уже говорила в предыдущей лекции, что сбросить напряжение, да, кончить и пойти, и как бы, ну, как-то поиметь партнера эмоционально, да, вот как бы набить себе цену с помощью, ну, там, яркого представителя или представительницы, да, но в Индии было другое отношение, да, и вот, ну, читая, в принципе, вот Каледасу, он есть великолепные переводы на русский язык, их много изданий, да, причем я, ну, прочитала огромное количество, да, вот, и каждая пьеса, каждая поэма, это просто целый роман, да, на то, как вот происходила страсть между мужем и женой, как небожительницы Абсары спускались и очаровывали царей, как реагировали на это жены, как решался вопрос ревности, да, что делать в таком, в следующем случае, то есть, и написано это все в таких потрясающих метафорах, то есть, вот, если женщина прошла, то лотосы возникли у ее ног, да, и круглобедрая, дальнеглазая, зеленоокая, пала скромно к его ногам, ну, например, да, я сейчас уже немножко фантазирую, но когда читаешь, просто получаешь огромное удовольствие от самого прочтения. Как нельзя читать эту литературу? На бегу, да, ну, то есть, действительно, мне кажется, эту, как бы вообще индийскую, вот древнеиндейскую такую, как и эротику, да, и трактаты Камаша-астры, их нужно читать очень медленно и несколько раз, да, вот вы один кусочек прочитали, посмаковали, подумали, второй раз еще раз прочитали, и у вас будут возникать новые оттенки смыслов, новое понимание медитативных практик, на какие темы подумать, новое, знаете, вот послевкусие, причем вот даже два-три раза читаешь одно и то же произведение, ты извлекаешь абсолютно другой смысл, да, и, ну, это тоже важно, знаете, вот выделить на это время как-то, вот совсем не спеша это делать. Ну, следующее произведение достаточно поздное, я буду, ну, как вот, немножко скакать в своих, ну, как, наверное, датировках, да, то есть, вот, если Каледаса – это совсем древность, да, то «Ветви персика» – это уже, ну, совсем новое произведение, 15-й век, да, написал Каляна мало, причем очень интересно, 15-й век в Индии, он с чем сопряжен? С тем, что уже мусульмане пришли на территорию Индии, там были разграблены храмы, уже такой занепат начался, то есть, если Каджураха, вот те вот самые, видите, картинки, это вот 12-й век, еще мусульман нет, да, то 15-й век мусульмане пришли, а как мы понимаем, ислам уже был, да, и ислам на сексуальность влияет, ну, так себе, да, то есть, не очень приветственно, но по заказу мусульманского правителя Латхана была написана эта книга, и эта книга, она, ну, потрясающая чем? Ее перевели на персидский язык, и она стала невероятно популярной уже в арабских странах, то есть, этот трактат, он не очень сложно интеллектуально, да, но он сделал некоторый такой сексуальный взрыв, да, ну, вот совсем в другой культуре, и мы понимаем, что именно это произведение вот как-то, ну, поменяло, наверное, как в уже мусульманской традиции какое-то отношение к сексуальности. Что интересного здесь? Ну, мне как йогу, я просто практик, да, я учусь там концентрировать свое внимание, там, отслеживать свои эмоции и так далее, но это все сложные идеи, достаточно новые, да, вот в этой книге уже есть идея о том, что если ты влюбился, если у тебя есть сексуальное тяготение к партнеру, тебе нужно совершать некоторую практику, практику дхияны и дхараны. Что это такое? Дхарана – это когда ты сконцентрирован на чем-то одном так, что если у тебя чаша на голове с водой, да, и ты хотя бы немножко пошатнешься, то кто-нибудь отрежет тебе голову сзади, да, отрубает. Вот вдумайтесь, какая степень концентрации, да, ну, это вот сам термин дхарана, это вот, и он в себе заключает такую вот как бы максимально тотальную собранность на чем-то одном. И опять же, да, если вы хотите пережить яркое сексуальное переживание, то что вы должны сделать? Максимально, тотально сконцентрироваться, не отвлечься в телефончик, да, не «Ой, блин, завтра рано вставать», да, и так далее. И этому нужно уделять отдельное время, если, ну, опять же, ты хочешь с каким-то человеком углубить свои переживания, да, ну, и стать поистине близким, да, именно с ним. Размышления на тему. То есть, если вы с сексуальными партнерами расстались, да, у вас тут любовная разлука, а любовные разлуки можно читать там очень много, да, и причем, опять же, это не страдания, как у нас, допустим, сейчас к любовной разлуке как относятся. Радио включаешь, да, о боже, как неплохо, и так неплохо, и так неплохо, да, то есть в индийской культуре отношение к любовной разлуке было тоже в какой-то степени игровым, да. То есть, если твой партнер куда-то уезжает, тебе предписано, чем ты должен заниматься, чтобы ваша страсть, она только нахлынивала, накатывала на вас, да, и становилась все ярче, интереснее, ну, как, а ни в коем случае не угасало. Не закрыли двери, забыли, да, а нет, мы продолжаем, да, вот, тониться в страсти, в предожидании для того, чтобы что-то, опять же, между нами произошло. И вот техника Дыхьяна, это, по сути, осознанное размышление на теме своих фантазий, на тем, какую игру ты хочешь развернуть. Это уже здесь было. Но, безусловно, что здесь много? Телесное развитие, что нужно тело свое развивать, что нужно быть причесанным, красивым, и там куча разных практик, что точно должен делать свой партнер, обращаясь или приходя на любовное свидание, чего точно делать нельзя, какие омовения, как часто их делать. И вот индусы, они безумно дотошны того периода, знаете, вот классификации. Если вот написано там любовное поцелую, то это 20 видов любовных поцелуев, вид, название у каждого свое, и четко, где лизнуть, где как, губу куснуть, не куснуть и так далее. И вот пока ты все это читаешь, конечно, просвещение происходит. Ну, как ни крути, да? То есть, вот, так. Ну, опять же, анамгаранга или ветви персика, она состоит из трех частей. Ну, первая, прелюдия, объятия, поцелуи. Очень важная идея какая? Не спешить в сексуальной жизни. То есть, если у вас первая встреча, вы томитесь, вы только... и отвернулись, да? Не спешите переходить дальше. Да, то есть, опять же, вот нет идеи, как бы, ресурсного отношения к сексу. Есть идея, наоборот, знаете, вот прожить максимально тотально каждое мгновение, которое, вот, знаете, второго же секса не будет, да? Или там второго свидания его не будет, да? Или первого знакомства, или первого флирта, или первого там общения, да? И вот на эту тему тоже очень много там было. Что интересно, во втором части этого трактата, он не очень большой, есть раздел о зачатии и контрацепции. Ну, это я предвещаю нашу следующую лекцию о контрацепции, да? Но на эти темы тоже думали. Причем думали как? Описывались страхи женщин, которые не могут сексуально отдаться из-за того, что они боятся, ну, по сути, забеременеть, да? И что делать любовникам в таком случае? Чтобы, ну, по сути, такой физиологический вопрос, он не отвлекал от процесса чувственного наслаждения. И, ну, там, простые, конечно, рекомендации, да? Сначала полоскать друг друга руками, чтобы первый выход семьи не произошел, там, и все это дифирамбы и красиво, а потом уже, как спустя какое-то время, да, вот, и перейти к соитию, там, и, ну, и все в этом духе. Но, вдумайтесь, секс был уже тогда не только для продолжения в родах, да? То есть эта ценность, она абсолютно была, ну, четко, вот, ну, как в 15 век осознавалась. Понятное дело, да, что, ну, чтобы не было некоторого прощения, что вот все эти трактаты, это не для низких сословий общества, да? То есть, ну, как и у нас, да? Если ты, там, как бы, работяга с утра до ночи, как бы, тягаешь там чего-то, у тебя нет времени насладиться жизнью, да? Но если у тебя есть уже какой-то социальный достаток, да? Если у тебя уже, там, другая каста, в Индии, помните, кастовая система была очень жесткая, да? То есть, вот, ну, сословия, они разделялись невероятно. Но для высоких сословий, по сути, и предписывали все эти, ну, как хамашастры об обучении, образовании, школы на эту тему, философы, брахманы, на эту тему все и так, ну, как говорили. Ну, и что очень меня, конечно, знаете, как вдохновило, я даже отрывочек вам прочитаю, в последнем блоке, в третьем разделе есть фазы Луны и любовные игры. То есть, на целый месяц прописано, что нужно делать молодой паре. Вот. Ну, я прочитаю. Я, конечно же, не весь месяц взяла, а так, буквально, честно вам скажу, вот, копипаст был отфонарный, потому что каждая строчка, она, как бы, будоражила мое сознание. Надеюсь, ваше тоже чуть-чуть сбудоражит. В шестой день пусть юноша применяет только нежные ласки. В этот день пусть девушка не позволяет себя обнажать и отдается только ночью, да? Вот вдумайтесь. А если вы молодая пара, а вы из хорошего сословия, а вам не надо идти на работу, нет интернета, ну, в общем, как бы... Ну, в общем, у вас какой-нибудь там дворец, Индия, в общем, знаете, страна изобилующая и приятными ароматами, и хорошими растениями вокруг, да, и, в общем, ну, там есть, конечно, сейчас уже там какая-то проблема с антисанитарией, но на тот период, мне кажется, все равно было чуть-чуть все попроще. Ну, вот живете вы хорошо, да, всегда лето, ну, практически, да, кроме Севера Индии, и целый день вам нужно себя сдерживать, да, но это вот тоже уже, знаете, вот какой-то накал страсти между парой может добавить. В седьмой день юноша наслаждается телом девушки и удовлетворяет страсть, не вводя член в ворота ее, да, там дальше и так далее, и так далее, и так далее, да. Есть описание, кстати, очень многих игр, что, ну, там, допустим, партнеры могут поменяться ролями, например, да, то есть если там мужчина сделал что-то с женщиной, то дальше с его позволения, по ее просьбе, да, он может предоставить ей возможность отыграть ее роль. Ну, и там описывается, что спустя какое-то время она устает и говорит, ладно, не буду, да, ну, то есть, и вот тоже вот как-то ты понимаешь, какой-то оттенок эмоциональных, да, переживаний, он был больше. То есть мы так все-таки на сексуальность широко, да, вот глубоко, ну, просто, наверное, не привыкли смотреть другая культурная традиция, постхристианские влияния, да, там, ну, и так далее. Хотя вот, ну, вот просто даже для того, чтобы взбудоражить воображение и подумать на тему, а как можно проявиться, да, там, со своими сексуальными партнерами, даже для этого нужно какую-то литературу читать. Но вот в современной сексологии выделяют несколько функций эротических фантазий. Ну, помимо, там, понимания, что это не невроз, да, если у тебя есть фантазия, то есть это, ну, значит, что у тебя есть искреннее влечение к человеку, помимо того, что, ну, у тебя, собственно, возбуждение есть, нет фантазии, ну, как бы ты смотришь тело, ну, тело, ну, как бы, а мне какое дело, да, но, вот, но если есть эротическая фантазия, то есть запрос на проживание какой-то глубины во взаимодействии, и у нас есть подсознательное желание наработать новые формы поведения, да, вот одна из функций эротических фантазий – это моделирование новых сложных форм поведения, которые мы еще не наработали. Ну, и современные сексологи эту тему уже изучали, и, в принципе, знаете, вот как, если человек мечтает о садизме, то, скорее всего, он по жизни не очень садистичен, да, и, ну, как бы, человек там эмоционально слаб, да, может, там, не может себя отстоять, ну, а в сексуальности, если ты хотя бы это принимаешь и проживаешь, то ты можешь интегрировать в свою личность какие-то, ну, новые модели поведения, все фантазии не воплотишь, но играючись – мы нарабатываем новую форму. Ну, и еще мне безумно понравилось в Ананге-Ранге несколько таких вот, знаете, это вступление, я их, ну, даже прочитаю, ну, вот, ой-ой-ой-ой. Что есть у человека? Три источника имеют влечение человека – душа, разум и тело, да, то есть в Индии не смотрели на аспект каму плоско, то есть когда мы понимаем, в чем мы хотим стать специалистами, да, вот, что у нас, какое дело нас будоражит, в чём мы хотим разобраться – это тоже специфическое удовольствие, да, и, ну, влечение души порождает дружбу. Вот если у нас есть симпатия, да, вот, мы хотим дружить. Если у нас есть влечение тела, у нас порождается сексуальная страсть, но если у нас есть влечение ума к человеку, да, то есть нам интересно поговорить с человеком, если у нас есть дружеское чувство и мы еще и возбуждаемся, то мы любим человека. Или влюбляемся. И вот фактически рекомендация была как раз по сплочению семейной пары. Не там уиди, ищи, здесь друга, там любовника, тут еще. А вот как бы пробую в виде найти все в одном человеке. И куча разных рекомендаций. Но еще отдельно я выделила, меня просто потрясло. Два наслаждения разума — это влечение и отдавание. А ведь правда, если мы разбираемся в какой-то теме, то мы получаем огромное удовольствие, когда мы ей делимся. Мне кажется, я сейчас это переживаю в какой-то степени. Каково состояние, ведущее к любви? Напряжение и страсть. Вот у нас сейчас, я от многих людей слышала о том, что где-то сексуальность, она ассоциируется с каким архетипом человека. То есть как человек себя ведет. Это такой кайфушник, который вообще на расслабоне ничего не делает. Ну как бы, ну расслабился человек, о, наверное, он сексуальный. Нет, да? Для того, чтобы пережить какое-то сексуальное переживание, нужно очень сильно напрячься. Нужно соблазнить, нужно заработать какие-то формы, да? Там нужно простроить свое тело. И идея напряжения, которая не раздражает, блин, это я у кого-то захотела, и теперь с этим париться пару месяцев, да, ходить. А скорее наоборот, да, вот именно, знаете, вот что ли, насладиться тем, что ты напрягаешься и ты меняешься, вот эта идея уже была, да, и вот, ну, как-то вот, мне кажется, она не всегда очевидна в нашей конкретной жизни. Ну и каково состояние, производимое любовью, если мы уже любим, то есть мы напряглись, мы поменялись, да, мы сблизились, мы пережили, мы создали какую-то сексуальную игру. Мы чувствуем облегчение, ну, после напряжения, и нежность. Согласитесь, мы очень бережно относимся к людям, в которых мы вложились, ну, или с которыми мы как-то поменялись. Мне кажется, это настолько глубоко, интимно, и это то, чему тоже, ну, нашему современному обществу можно вот у той древней индийской культуры в какой-то степени поучиться. Ну, как Ашастра Радтирахасия, тоже, в принципе, такое, знаете, как произведение, 14 частей, но оно практически все было уже классифицировано по, ну, таким телесным фишечкам, телесным штучкам, то есть возраст, темперамент, какое у вас там тело должно быть, да, какие тела подходят друг к другу, на эту тему тоже много говорили, какие телесные типажи могут подойти. Ну, там, внешние признаки, там, женщина-слониха, женщина-лань, женщина-газель, мужчина, там, конь, бык, заяц. И вот, ну, какие сочетания уместны, какие неуместны. Ну, и если вы знаете, вы обладаете этой информацией заранее, ну, согласитесь, вырванные в годы неудачных отношений, их просто можно избежать. Если вы тренируетесь, что, чувствовать, ну, как, и понимать, какой сексуальный типаж телесный вам подходит. Ну, то есть в этой литературе можно найти. Камаса Мукха. Это произведение, я вот сюда даже, ну, скриншотик вставила на книжечке, ее перевели в прошлом году, 16-й год, 2016-й, санскритолог Игнатьев. Это потрясающая книга. Ее вот скачайте себе в айфоны, да, и будет у вас 10 минут свободного времени. Ну, просто такой красивый перевод, такие красивые метафоры. Но начало, да. Эта книга, пользу приносящая людям, пусть станет известной милостью Сарасвати и Гуру. Теперь описание, ну, времен года, и первой будет весна. Таково влияние весны, что дни постепенно возрастают, а ночи снижаются, словно молодая жена в страхе перед близостью с мужем. И первый раздел Камаса Муки – это описание времен года, эротическое описание. То есть вот если ты читаешь, а потом выходишь на улицу и думаешь, да. Ну, зима – хорошо, зима. Ну, я к чему? Здесь есть идея на то, что мы можем в окружающем пространстве находить некоторые эротизмы, которые усиливают нашу сексуальность. Не все люди чувствуют себя с самого начала, да, вот как утром вы вышли, женщина, мужчина, да, или там несексуальное настроение. Но если вы специально это в себе культивируете, то, соответственно, вы и, ну, как-то по-другому относитесь к своей сексуальности. Песня о любви, Ведиапати, ну, я кратенько уже буду чуть-чуть уплотняться, думаю, как рассказывать. Ведиапати – это кришнаитский такой автор, тоже достаточно поздний, уже там 13-й, ой, какой там, 14-й век он написал это произведение. Это самое знаменитое произведение. Если у вас, ну, как вот, знаете, вот вы не понимаете, в чём прикол соблазнения, вы не понимаете, в чём прикол любовной разлуки, вот надо почитать. Да, там, ну, такие моменты описаны, как она два дня страдала и думала, отправиться на свидание или нет, идти или нет. А потом она вернулась, и о чём она думала? О любовных следах, которые остались на её теле, да. И там на целую неделю описание того, что испытывает женщина, когда на её теле осталось что-то после, ну, по сути, сексуального слияния, саития, и, ну, для чего это вообще нужно делать. Так, ну, описание первой встречи, тогда я уже не буду. Камасутра. Ну, Камасутра – это самое масштабное произведение. Ну, знаете, вот всё остальное – это уже, ну, как лёгкое подобие, переписы, ну, какие-то, вот, знаете, заимствованные идеи. А вот Камасутра – это фундаментальный труд, который, вот, он просто сделал некоторый, ну, такой взрыв в индийском обществе. То есть, вообще, его вот с Ясана написал, почему? В сословиях высших была проблема именно, ну, как у молодых семейных пар. Почему? Потому что семьи решали в возрасте 3-4, там, 5 лет, кто с кем поженится. Это был, ну, брак по контракту, да. И когда на свадьбе впервые, по сути, молодожёны встречались, но это незнакомые люди, не всегда страсть, опять же, была, да. И вот Камасутра – это огромное пособие с практическими рекомендациями, как скультивировать сексуальное взаимоотношение, гармонично, глубокие, и укрепить институт брака, но делать это с удовольствием, да. И вот, ну, была такая проблема, да. И вот, ну, вот, Ясана в какой-то степени, он, ну, можно бы считать революционером у себя. Вот. Ну, там, что меня, допустим, в Камасутре когда-то вот поразило, ну, я ещё когда первый раз её читала, знаете, вот, и там вступление, и то, и всё, а потом 10 способов нанесения любовных укусов, и каждый укус. Потом 20 способов нанесения любовных царапин, и там, там, 10 способов нанесения любовных ударов, 10 объятий, 10 поцелуев, 10, там, прощаний, 10 ещё чего-то. Ну, честно просвещено, как-то вот становится, ну, что ли, вот понимание того, что у тебя есть некоторая палитра возможностей проявиться. Ты знаешь, как. А дальше уже, если у тебя колесо страсти запущено, об этом Ватсиасана пишет, то правила не действуют. Но если ты образован, да, то, опять же, какие-то более изысканные переживания ты можешь пережить. Ну, Ватсиасана, он ещё что сделал? Он, по сути, ну, описал в труде, что женские чувства так же важны, как и мужские, да, то есть вот, ну, всё равно было патриархальное общество, всё равно мужчина сказал, женщина, при, рядом, там, и так далее. Ватсиасана учит женщин учиться, да, то есть учиться не только камашастрам, да, а вообще в целом, чтобы быть хорошими собеседницами, хорошими супругами, что эмоции женщины, это так же важно, что ублажение и наслаждение женщины, это так же важно, и это была неочевидная идея. Но сейчас-то мы живём уже, ну, в таком 8 марта, да, там, там, сама идея праздника. Ну, кто прародитель этой идеи? Вот, как, на мой взгляд, всё-таки эта идея уже, ну, там, в европейскую традицию уже из Камасутры просочилась, да. Идея о том, что нужно, вот, бережно относиться к партнёрам, нет сексуального насилия, нет, там, никогда не заставлять, всё по обоюдному согласию, да, развитие через сексуальные взаимоотношения, это те концептуальные такие, ну, как бы, взрывные идеи, которые Ватсиасана в своём труде написал. Ну, тоже важно, да, идея о том, что нужно получать, ну, или даже не получать, а выбирать профессию по своему удовольствию. То есть, если ваш, ну, аспект, там, арт, хит, харм, вот, всё это совмещено, то вы будете успешным, ну, там, по сути, человеком. Так, это я уже сказала, ну, и, собственно, фантазия, да, любовные игры. Самая вкусная часть у нас как раз есть, 5 минут, мы посмотрим с вами картинки, я их чуть-чуть ярче попробую прокомментировать. Вот, очень распространённый сюжет, вот, ну, в Камасутрах, что, вот, на изображениях показано, как полы, ну, что ли, неравны между собой. То есть, в данном случае мы видим женщину, она соткана из камня, да, вот она как богиня некоторая. Но кто её сделал? Какую сексуальную роль испытывает мужчина? Мужчина, который развратил, да, мужчина, который, ну, объяснил, как взаимодействует, да. И это некоторая сложная сексуальная игра, которую, ну, в дальнейшем, ну, если вы у себя такие чувства или желания кому-то чувствуете, нужно понимать, что быстро не воплотишь. Идея долгосрочности, да, и глубины в отношениях, она тоже уже была. Так, ну, по поводу сексуального опыта и приятия своего сексуального опыта, очень много картинок, где, помните, попугая показывала, состоящих из женского тела, да, там, мужчина здесь тоже, Шива, но состоит из женских тел, да. То есть вот это вот само переживание того, что женщины, ну, которые были в жизни мужчины, они в какой-то степени солидарны, их что-то объединяет. Идея вообще неревнивости, идея того, что нужно быть дружественно, относиться к прошлым сексуальным партнёрам и к своему же сексуальному полу, ну, это тоже уже было в Камасутре. Ну, по поводу дружественного отношения к своему же полу, да, я всегда не случайно эту картинку вставила, заметьте, кто девочку возвращает? Другая девушка. Вот заметьте, мы даже замерли сейчас, да, по-моему, от самой картиночки. То есть вот, допустим, для нашей культуры идея того, что ты кого-то можешь пару пригласить, там, для сексуальной жизни, да, для какого-то переживания, но она не то, что не стоит, да, но ревность, она является социальной нормой, да. А вот в Камасутре описано огромное количество разных сложных сексуальных игр и фантазий, где как раз женщина хочет испытать там переживания с другой женщиной, обучиться каким-то новым, ну, каким-то явлениям, да, вот, ну, какое-то вот... Конечно, это было не пошло, да, и описано это ни в коем случае, ну, вот, по сути, каждая картинка, она является некоторой метафорой, да, каких-то сложных, но сексуальных взаимоотношений. Ну, также есть еще любовные ссоры. Что нужно делать, если вы ссоритесь с партнером, да, и там четко предписано, там женщина, она там как бы отходит, порицает, там, плачет, даже если внутри очень желает, но пока не показывает. И ни в коем случае, даже если ссора вышла за рамки, ну, как сильного скандала, они что делают, не выходят из дома. Ну, то есть ты можешь стоять у двери, но за дверью, пожалуйста, не выходи. Вот, естественно, по этому поводу описывают, что должен сговорить мужчина, если женщина обижена, как, там, простить, как примириться, как подойти к сексу, секс как форма примирения, да, там, секс как форма наказания. Ну, и вот, знаете, вот тоже, ну, как, есть о чем подумать. По сути, Камасундра, она очень сильно намекает на том, что в разных эротических играх, разных взаимоотношениях есть разные правила этих сексуальных игр. Есть разные сексуальные роли. То есть, грубо говоря, если я мазохист, да, там, в душе, то я не имею права диктовать свои условия, да. Если я отношусь к своей женщине как к богине, я не проявляю к ней агрессии, иначе это поломает нашу сексуальную игру, да. Если, так сказать, я хочу испытать вот состояние, что добиваются меня, я не проявляю первую активность, хотя внутри я там уже, ах, не могу, да, и как-то, ну, нахожусь в очень сильном томлении, предвкушении и так далее. Ну, вот тоже, вот, там, допустим, на этой картинке показано, что мужчина в более активной форме, да, женщина отдается, там, прикрыты глаза. Ну, а как эта сексуальная игра может развернуться за рамки сексуальной жизни? Да точно так же, да, то есть, кто-то в сексуальной паре будет вести, да, и как-то предлагать новые формы встреч, там, поведения, взаимодействия, и это будет возбуждать всех участников. Идея с подглядыванием. Я думаю, мы даже сейчас с вами в какой-то мере проживаем эту игру. Этот сюжет невероятно распространенен, вы любое издание Камасутры откроете, там просто, вот, знаете, как огромное количество иллюстраций, за тем, как соседи подглядывают, да, окна почему-то открыты, да, или там весенний парк, выходите вы туда, а там что, парочки целуются, ну, кто-то ж туда идет, а кто-то ходит посмотреть, там, и там, чего-то пережить. Это тоже некоторое желание прожить какие-то эмоции, даже без сексуального контакта, да, вот, ну, получить сексуальное удовлетворение, ну, а не физиологическое. Ну, вот, допустим, эта картинка, это вообще моя любимая. Почему? Давайте вот на секунду представим, как чувствует себя мужчина, когда у него в одной руке чашечка чего-то, а во второй женская грудь, да. Да, то есть намек на что? Как воспринимать? Какая сексуальная роль в данном случае у женщины? Женщина воспринимается как объект удовольствия, и никакого не садизма, никакого не доминантности, да, никакого там, кто главный, кто за кем бегает, да, другая сексуальная игра. Вот, ну, допустим, мне кажется, это вообще картинка, отображающая, ну, какие-то скрытые фантазии у многих руководителей, которых возбуждают, да, что если бы, ну, ваша компания заработала все на своих местах, да, и, ну, наверное, наслаждение вы тоже от этого получите. Ну, об этом тоже писали, именно, как, знаете, очень часто предписывали царям именно такого рода фантазии, да, и которые вот, если все в царстве надлежащим образом, то, собственно, вот такое тоже может быть. Отношение к мужскому началу как к божественному, да, то есть вот когда они муж, где зарплата, здрасте, а что, да, вот для меня закон, ну, вот каждое слово, каждое движение, каждое действие в отношении мужчины, да, вот оно как-то свято. А вот что может пережить мужчина, если партнерша на него настолько эмоционально открыто, его там почитают, ублажают? Я думаю, тоже какой-то другой оттенок сексуальности, да, вот другого рода переживания. Ну, и буквально просто уже даже без комментариев, да, это южно-индийский трактат о любви Рати Райхасья, она есть на английском языке, можно ее скачать в интернете, есть, ну, какие-то отрывочки, переведенные на русский язык, но иллюстрации просто божественны, да. Вот, но, наверное, такое вот уже профессиональное увлечение именно этой темы у меня началось как раз, когда я в Индии была, и в одной из книжных лавок мне просто попала эта тоненькая книжка, да, которая вот, она настолько полна глубины понимания вот сложности сексуальных взаимодействий и игр. Ну, допустим, здесь, заметьте, люди вросли друг в друг, в друг дружку руками. То есть что они, от чего они возбуждены? От очень чувственной нежной страсти, да, и на заднем фоне девушки. То есть вот какая-то нежность, это прикол их сексуальной игры. Или, допустим, здесь, да, вот ощущение чего? Вот много мужчин, которые возбуждены и бегают за красивой барышней. А вот кому-то ж нравится быть барышней, которая в центре сексуального внимания, да, и вот как-то, а кого-то возбуждают как раз женщины, у которых есть что, поклонники, да? Другая игра, другой намек на эмоциональное переживание. Ну, опять подглядывание. Разница в полах, да, когда возбуждает, ну, может быть, или женщина, или мужчина, ну, явно старше, чем вы, да, и, ну, тоже другая игра. Женщина-богиня, которая, вот знаете, она не смотрит, она даже не обращает внимания, и чем больше она не обращает внимания, и она недосягаема, тем, так сказать, приятнее. Кому-то хочется, опять же, пережить это состояние открытости на женское начало. Ну, и последний слайд, на котором я, наверное, даже пожелания вам скажу. Хочу обратить внимание, вот ножки у партнерши почему-то не прорисованы, хотя на других картинках мы видим прорисовку. Что это за метафора? Это состояние, которое дарит вам ваш партнер. Покрыленность. Вы потеряли голову, вы потеряли ноги, вы больше не чувствуете приземистость этого мира. Ну, и, собственно, я вам желаю, чтобы вы, изучая древние традиции, да, не только Камасутру, ну, и японскую эротику, да, и Рим, и в том направлении, да, вот, чтобы познавали какие-то аспекты более глубинной и своей же, ну, какой-то изысканной сексуальности. Поэтому спасибо. Я думаю, Юлия, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok